В конно-спортивном клубе «Фортуна» новое пополнение. Родился жеребенок. Новорожденную назвали необычным именем – Балавница. В числе первых, кто смог увидеть ее, стала наша съемочная группа. Балавница. Назвали так. Всегда осторожнее. Хорошая. Лежит, расслабляется. Как у тетка. Не похоже ни на маму, ни на папу. Носочки белые. И такой, на длинных ногах. Смешно. Неожиданную находку в виде жеребенка ранним утром обнаружил коневод клуба «Фортуна» Максим Скляр. Зашел с утра в конюшню и уже вижу, что бегает. Роду и сама принял. Ну как это? И сделал все без вмешательства человека. Кстати, новорожденная Балавница благородных кровей. Папа – русский рысак. Мама – красавица Балтика, чистокровной орловской породы. Ее из клуба выкупили. Она уже как на списании была. Катала детей. Тоже город Сыктывкаре, кажется. Не знаю. Его выкупили сюда. И как бы живет в удовольствие. Работы много у нее нет. Кстати, несмотря на то, что Балтика находится на списании, она отлично выглядит. Очень любит сниматься в наших художественных программах. Кроме актрисы, она уже попробовала себя в качестве модели. Орловская красавица принимает участие в фотосессиях. Пока молодая мама Балтика на заслуженном отдыхе, декретном отпуске, усиленном питании. Ее законный супруг Волковер, или как его ласково называют «Ветер», активно работает. Принимает участие в проекте по ипотерапии и тоже занимается актерской карьерой. Ветер. Подожди. Подожди. Чувствует, когда можно. Баловницей же ребенка назвали не случайно. От своего отца она унаследовала непоседливый характер и горячий нрав, а от мамы – благородную красоту. Кстати, сюрприз фортуне преподнесли не только лошади, как говорится, подфортила и другим обитателям клуба. Буквально три дня назад пополнение случилось и в семье кроликов, которые прибыли в Нинецкий округ и столицы. Как оказалось, здесь они чувствуют себя более комфортно, чем в Москве. И этому доказательством многочисленное потомство за год пребывания в конно-спортивном клубе «Фортуна». Они пополнили свое семейство на 40 вот таких красивых и здоровых крольчат. В общем, большая и дружная семья клуба благополучно растет и размножается благодаря хорошему уходу ее сотрудников, заботе окружных и городских властей и, конечно, неравнодушным гражданам, которые каждый день приносят любимые лакомства. Более чем для 30 таких разных, но одинаково любимых жителей «Фортуны». Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».